Настоящего святого Он никогда не кичится собой, не гордится своими достоинствами. Когда человек соединяет смирение и слушание старшего, все желания его сердца удовлетворяются немедленно. Ну то есть у человека есть какие-то желания в сердце. Когда он соединяет смирение и слушание старшего с верой, все желания его сердца удовлетворяются. Представляете, как можно легко удовлетворить желания в свое сердце? Надо просто соединить смирение и способность слушать старшего. Потому что в это время Бог начинает жить в нашем сердце своей полноценной жизнью. Когда Бог живет в сердце, тогда счастье уходит из него фонтаном. Потому что счастье – это энергия Бога. Если человек счастье в сердце почувствовал, то Бог ему и сердце его дал. У нас нет своего счастья. Счастье всегда, когда приходит из сердца, это значит Бог нам его дает. Потому что он не является источником счастья. Когда человек слушает со смирением и радостью. В храме, допустим, проповедь, все желания в его сердце вспыхивают огромной радостной силой. Все, что ему нужно в жизни, он все получит, потому что Бог не жмот. У него нет проблем, чтобы нам дать все, что мы хотим. Как некоторые женщины думают. Почему я одна? У Бога мужиков завались. И он знает, что ты одна. Иногда в храм девушка приходит и говорит, я одна, я одна. Не узнает. Есть только одна причина, почему ты одна. Потому что ты не достойна жить с кем-то, вот и все. Если женщина становится достойной, разве Бог не даст? Даст немедленно. Немедленно. В этом заключается чудо этого мира. Знаете, что когда человек чего-то достоин, он получает это немедленно. Немедленно. Ни секунды Бог не медлит с тем, чтобы нам нападать. Ни секунды. Сила смирения стоит выше любой другой силы. Допустим, идет сражение. Кто побеждает? Более смиренный мир. Смирение храбрость не отменяет. Если человек смиренный, не значит, что он не храбрый. Смирение – это плод храбрости настоящей смирения. Насколько человек смиренный, насколько Господь раскрывает себя ими. Запомните эту истину. Если Господь не раскрывает себя, не знает, что такое Бог, не чувствуешь, не видел, не слышал, значит, не смиренный. Смиренность выше логики. Если вы о чем-то рассуждаете, остановитесь в своем рассуждении. Просто встаньте на колени и попытайтесь смиренно применять судьбу. Сразу же вся правильная логика войдет в ваше сердце. Не надо сильно долго рассуждать. Просто примите судьбу, станьте смиренными. Логика придет в сердце немедленно, нужно все рассуждения сразу станут правильными. Я вам сейчас приведу один пример своей жизни. Я попал в серьезный стресс, потому что так распорядилась судьба. Он длился полтора года. В один день я начал предполагать, что это воля Бога. Я почувствовал, что это Господь так захотел меня помочь. В результате я пошел к алтарю. Я очень долго смотрел на алтарь и требовал ответа. «Это ты так все устроил?» Я его спрашивал. Я хотел разобраться с ними. Дальше произошло удивительное событие в моей жизни. Я почувствовал улыбку Господа и ответ в сердце. «Да, это я». После этого стресс прошел. Так только я узнал, что это Он. «Фу, слава Богу!» Значит, никаких проблем нет. Я все принимаю. Стресс означает непонимание, что происходит. Если ты узнал, что Бог так хочет. Все, стресс заканчивается. А вот узнать об этом непросто. Вот это уже непросто. Смирение одно из главных достояний женщин в заивании сердца мужа. Называется скромность. Самая большая красота женщины. Больше красоты нет на этой земле. Если женщина любит кого-то, но при этом скромно чувствует себя рядом с ним. Она становится такой красивой, что невозможно устоять перед ней. Никто не сможет устоять на этой земле. Она для всех становится красивой. Не только для мужчин, а также для женщин. Но если женщина, наоборот, как бы рисуется и открывает свое тело, то она становится не очень привлекательной. То есть она теряет привлекательность. Она привлекательность остается, но она теряет уже. Скромность – самая большая сила красоты. Скромность не означает, что она себя скрывает. Ее не видно. Она думает, я сижу дома, никому не показываюсь. Я такая скромная, почему замуж не выхожу? Дома сидеть не надо. Я говорю о другом. Из смирения вытекают следующие качества женщины. Верность, застенчивость, целомудрие, понимание своего мужа, любовь, служение близкому человеку. Все это идет из смирения. Почитание других также истекает из смирения. Если человек не уважает никого, значит, не смирение просто из друга. Это одна такая причина. Иногда высочайшая сила разума потеряется отсутствием смирения. Я в своей жизни встретил один раз такого человека с огромной силой разума. При встрече он мне минут двадцать рассказывал своих заслуг. У него огромное количество заслуг, этот человек. Он ученый. У него много достижений, куча докторов, но его причинений, которых он вырастил. Он сам академик. Рассказывал, рассказывал, рассказывал мне. Я вообще ничего не сказал. Слушал его, просто удивлялся, сколько у этого человека заслуг. Потом, когда он все мне рассказал, смотрел на меня внимательно. И мне сказал, я чувствую, что ты хороший человек, мы можем с тобой сотрудничать. Но, к сожалению, он сам не показал мне, что он хороший человек. Потому что, воистину, то, что он говорил, не показывает на его хорошесть. Хорошесть человека только в скромности проявляется, только в скромности. Я думаю, что этот человек скромный, но почему-то он не решил это не показать. Поэтому я не знал, как с ним сотрудничать. Весь разговор состоял только из прославления себя. Все. Поэтому очень разумные люди могут потерять все, если они теряют смирение.